Для каждого человека народные традиции и обычаи значат очень многое. Каждый из нас чувствует свои корни. И очень приятно, что на современной эстраде есть исполнители, чьим творческим кредо является популяризация русского национального искусства. Известная исполнительница народных песен Марина Девятова сегодня дает концерт в столице Чувашии в рамках гастрольного тура. А накануне певица пришла в гости в столичную музыкальную школу. Подробности у Юлии Важениной. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу школу. У нас одна из советских школ. Школа имени Максимова. Нам очень приятно, что вы сегодня выбрали именно нашу школу. Спасибо, что пригласили. В школе Марину Девятову ждали с огромным нетерпением. Для артистки провели небольшую экскурсию по школе музыки. Рассказали о выдающихся выпускниках и главных достижениях. Вот смотрите, это профилактическое отделение. Кстати, наши выпускники, лауреаты международных областей. Вот Александр Шайков сейчас в аспиратуре учится в Москве. В Несенке. Поступают, да, ребята? Да, поступают. Более 10 детей ежегодно поступают. Работают в Москве. Вот к чему стремиться-то надо, мой хороший. Вы скорее стремимся, да, Эти? Да. Главное же учиться, да? На хорошую оценку. Да. Молодец. Сейчас в школе занимаются музыкой около 700 детей. Кстати, школа имени Максимова – единственная в столице, которая обучает юных музыкантов игре на духовом деревянном музыкальном инструменте «Гобое». И не так давно здесь появился свой детский духовой оркестр. Мне нравится, что из скрипки можно извлечь звуки, мелодии разных тембров, разного характера. И то, что она заставляет людей думать, рассуждать, и как-то, я думаю, она улучшает им настроение. Талант в музыке играет очень важную роль, но все же только в комплексе с усердным обучением. Именно так считает популярная исполнительница. Педагогический состав – это, наверное, именно музыкальные школы. Это те люди, которые развивают любовь. Любовь детей к музыке. Да, безусловно, знания. Но если ребенок не идет с удовольствием, если ребенку здесь не нравится, и нету какого-то контакта, а вы понимаете, это чистая психология, еще что тонкие моменты срабатывают, то, конечно, дальше у ребенка просто нету вкуса. А развить вкус надо именно вот совсем-совсем с детства. Такие именитые музыканты, когда приезжают, во-первых, дети становятся более желаемыми заниматься и работать, у них глазки горят, и во-вторых, в школе это приятно. Новая концертная программа «Марина» называется «От сердца к сердцу». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Старшеклассники школы имени Максимова тоже готовятся к грандиозной дате. Произведения «Наша Родина» исполнили специально для именитой гости. Неповторимая, свято хранимая, Все для тебя сделать мы сможем. Самое главное – верьте в то дело, которым занимаетесь. Я вот, например, занимаюсь уже, в прошлом году отметила 15-летие своей творческой деятельности, и ни одного дня не пожалела о том, что занимаюсь музыкой. Поэтому удачи, огромного-огромного вам терпения, и любите музыку, занимайтесь музыкой. Это очень помогает раскрыться человеку. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.